С Днем Защитника Отечества поздравили мужчин в Ильичевском городском отделе внутренних дел. Женский коллектив подошел к делу творчески, были подведены итоги неформальных конкурсов, а юные артисты, приглашенные в гости, про каждого милиционера спели веселую частушку. Несмотря на то, что время сейчас не военное, есть достаточно причин, по которым служба людей в погонах является актуальной и по-прежнему опасной и трудной. И поэтому поздравления всегда включают пожелания мира и благополучия. От всего сердца весь мужской коллектив и женский поздравить меня. С Днем Защитника Отечества, хочу всем носить форму, погоны, защищаем наше общество от всяких посягательств внутри и издне. Поэтому хочу вам всем пожелать, самое главное, крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия, успехов в работе, во всех начинателях. Поздравить всех с этим парнем, с Днем Защитника Отечества, быть мужественной, как и дурак, удалось сказать, защищать мирное наше население. Всего вам самого лучшего, в вашем семье, вам, пришел здоровьем, успехов в дальнейшем нашей судьбе. И, конечно, традиционно в этот день прекрасная половина коллектива приготовила самые теплые слова для половины сильной. В этот замечательный день весь женский коллектив Ильичевского городского отдела поздравляет всех мужчин, а также мужчин нашего городского отдела с этим замечательным праздником 23 февраля, Днем Защитника Отечества, праздником настоящих мужчин. Мы хотим пожелать в этот день, чтобы в их семьях всегда было спокойствие и благополучие, чтобы рядом с мужчинами всегда находилась женщина, которую хотелось не только завоевывать, но и защищать, и оберегать. Официальности в жизни достаточно и в будни, поэтому в праздник решено было добавить доброго юмора. Маленькие артисты Настя, Денис Шишканова, Соня Василенко и Арина Карпова про каждого мужчину, сотрудника город-дела, спели задорные частушки, чем развеселили даже тех, кто только сменился с ночного дежурства. Узло проектов и желаний не львов, да темолю он построит под отделом полигон. В завершение праздничного мероприятия были подведены итоги неформального конкурса. В течение нескольких месяцев сотрудницы присматривались к сотрудникам и определяли, кто, например, самый вежливый, а кто самый трудолюбивый. Призы, подаренные победителем, станут стимулом для остальных и скрасят сложные рабочие будни.